На этом видео я хочу рассказать несколько слов о Малом Пуриме, так называемом, Пурим Катан. Сегодня у нас вторник, 14 число первого Адара, и он называется Пурим Катан, Малый Пурим. Потому что, как вы знаете, мы, когда у нас два Адара, так называемый еврейский высокосный год, то во второй Адар мы празднуем Пурим, не в первый Адар. Ну и, соответственно, Шушен Пурим в Иерусалиме и в некоторых других местах тоже празднуется все во второй Адар. Почему? На самом деле уже в Талмуде, в трактате Мигила, есть дискуссия на этот счет, и там есть разные мнения, и, может быть, даже стоило бы праздновать первый Адар, или, в самом случае, после факта, может быть, бы засчиталось, если первый Адар бы праздновали. Но у нас халаха следует мнением, что только во второй Адар можно праздновать Пурим, и в первый Адар, этот день мы называем Пурим Катан, и я позже расскажу, в чем смысл этого дня. Но вот Пурим только празднуется во второй Адар. Почему? Потому что, хотя, конечно, чудо Пурима произошло примерно тысячу лет после выхода из Египта, после исхода, но, тем не менее, Хазар сравнивают избавление в Песах и избавление в Пурим. Я уже рассказывал, что если Песах это как начало нашего большого дня, если весь год рассматривается как один большой день, и Песах это как восход Солнца, то Пурим это как рассвет. И так наши мудрецы сравнивают Пурим с рассветом. Говорят даже, что Эстера, она как ранняя звезда рассвета. Некоторые предполагают, что имеется в виду планета Венера, которая в каких-то ситуациях, зависит от того, где она находится, по сравнению с Солнцем, появляется какое-то время до восхода Солнца на Востоке. И, может быть, это и есть сравнение, Айел это Ашахар, да, ранняя звезда, вот, есть целый псалом насчет этого, который в Пурим читают многие. В всяком случае, рассвет это начало избавления, когда после полной тьмы ночи вдруг начинает светать. Мы в Пурим не полностью избавились от изгнания, мы все еще были в Галуте, поэтому, кстати, одна из причин, почему мы не считаем Халел в Пурим, что это Галут все еще продолжался, но мы избавились от нашего врага главного, и спасены были, и, главное, еврейский народ признал, что это было не случайно, и что Всевышний помог. Хотя все чудеса во время Пурима были скрытые чудеса, и даже книги о старом имени Всевышнего не упоминаются, и, тем не менее, мы знаем, что это сделал Всевышний. Вот это те Пуримы, которые потом продолжали в течение всего нашего изгнания, ведь Пуримов было много. Конечно, в Роя приводит, что в разных общинах люди брали на себя, принимали какую-то дату, чтобы в этот день не будут праздновать еще один Пурим. Кроме Пурима, который для нас для всех, 14-го дара, есть много Пуримов, потому что много раз еврейский народ спасался от наших врагов лютых, и когда люди признавали это, появлялась еще одна дата для данной общины в нашем календаре, когда праздновали этот Пурим, чтобы помнить о том, что Всевышний нас спас от врагов. Открытий чудес уже не было таких, как при исходе из Египта, но скрытые чудеса продолжаются. И это идея, конечно, Пурима. Так вот, Пурим, говорится в Талмуде, должен быть праздноваться как раз за месяц до Песаха. Получается, что когда у нас два адара, приходится Пурим праздновать именно во второй адар, чтобы сохранилась эта аналогия, что одно избавление рядом с другим избавлением. Кстати, и с точки зрения рассвета и восхода это имеет большой смысл, да, что примерно получается месяц до восхода рассвет, то есть одна двенадцатая суток. И так, по некоторым мнениям, и рассвет по сравнению с восходом Солнца примерно пару часов до восхода, так выглядит мнение Рамбома. В всяком случае, аналогия может быть даже точная в отношении месяца перед Песахом, да. Пурим всегда, и вот рассвет всегда примерно столько же до восхода. Во всяком случае, Пурим мы праздноваем во второй адар, но в первый адар день, так называемого маленького Пурима, тоже имеет какую-то важность для нас. В чем этот день? В чем важность этого дня? Тут интересно, вы знаете, что Шуха Нарух, главная наша книга законов, он включает четыре секции. Самая из них популярная, которую больше всего изучают, в Вильнюсских главах считают, что нужно каждый день изучать немножко от этой секции, это Орахаим, жизненный путь. Начинается он с того, как человек встает рано утром, просыпается и начинает служить Творцу. Окончается он, когда проходит через все праздники. Последнее, что сказано в Шуха Нарухе, это как раз глава про Пурим Катан. Что в Пурим Катан нельзя устраивать поминки всякие, нельзя оплакивание, нельзя поститься. И Рама пишет, что некоторые считают, что стоит сделать трапезу. И хотя, говорит, обычай не таков, но, говорит, то влев миштетамид. Человек с хорошим сердцем, он всегда устраивает. То есть стоит, говорит, Рама сделать небольшую трапезу в Пурим Катан, и человек с хорошим сердцем, он трапезу устроит и обрадуется. Что имеется в виду здесь? Это вообще-то стих Мишлей в книге Притч. Дело в том, что у нас сегодня есть много в современном иврите, и не только в современном, уже в последние несколько сотен лет, используются разные слова для жадного и для, наоборот, щедрого. Но большинство этих слов, они в основном случае не библейские. В Торе таких слов нет. Хотя они многие построены на корнях библейских. Вот, например, Камцан, да, жадный. Это от слова, да, Кмитса, это связано с кулаком, так сказать, с пальцами, которые сжимаются. Это библейское слово, но вот именно в таком контексте в Библии нигде это не используется. Камцан, значит, кто-то сжимает руку, жадный, да. Тора, кстати, использует такое выражение, что говорит, когда про жадного, не закрывай свою руку бедному, да, лотик поц. Так вот, кроме слов, которые существуют сегодня, а какие слова были во время Тора и во время Танаха для бедных, для жадных и, наоборот, для щедрых. Одно предположение есть в одном месте в Ишияху, что слово шуа там это щедрый, и, наоборот, соответственно, тогда там есть и слово жадный. Кили. И так современно говорите, кили значит жадный. Но вот, что мы точно можем видеть, что в Мишлей выражение похоже, хорошее сердце или дурное сердце, это как раз щедрый и жадный. Потому что там говорится, например, что не сиди на трапезе с хозяином, у которого плохое сердце, потому что он не хочет тебе ничего давать на самом деле, он жадничает. А вот здесь их, наоборот, то в Лев, хорошее сердце, Миште Тами, да, ему не жалко устроить трапезу, пригласить гостей, потому что он щедрый, и поэтому он не пожалеет, что продукты, так сказать, которые он использовал. Поэтому на этом заканчивает Рыма, что в любом случае, если у человека хорошее сердце, если у человека щедрый, то он устроит трапезу и в Пурим Катан. Ну и, конечно, есть еще подсказки. Вообще, этот стих Товля и Миште Тамида, Талмуд, его в Таркаде Пава Батра, подробно обсуждает, и разные есть мнения насчет того, что здесь подсказывается хорошим сердцем, и, наоборот, дурным сердцем. Одно из предположений связано с тем, как изучать Тору, да, кто изучает Тору, включая устный закон, как следует и Аллаху. У него как доброе сердце, как бы щедрый, который все знает, и, соответственно, у него постоянная радость, что он на все вопросы знает ответы и хорошо постановляет закон. Вот, может быть, это тоже Рыма пытался здесь подсказать известную дражу Хазаль. На этом закончил секцию Шуха Наруха Орахай. И, если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк, и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok